Приветствую вас, ребята! Сегодня мы затронем очень интересную и важную тему — экологическая культура в современном мире. Культура в классическом понимании проявляется во всех сферах жизнедеятельности индивида — этноса. Она отражается в духовной жизни людей, характеризует их способность натапливать, творить и реализовывать свои знания, умения, навыки, форма общения с людьми, демонстрирует уровень интеллекта, усвоенного и творчески выработанного мировоззрения. Термин «культура» происходит от латинского слова «культура», означающего возделывание, воспитания, обрабатывания, развития, образования. Неотъемлемой составной частью общей культуры человечества является экология. Земля — это не просто планета. Это наш дом, место, где родились наши предки, дедушки, бабушки, родители. Место, где обитают много разных животных, где растет множество растений. На Земле хранится огромное количество полезных ископаемых. И, наконец, Земля — это единственное место во всей Вселенной, где возможна жизнь. Вспоминаются слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сказанные в начале XX века, которые актуальны до сих пор. Все мы — дети одного корабля по имени Земля. А значит, пересесть просто некуда. Есть правило — встал поутру, умылся, привел себя в порядок. Сразу же приведи в порядок планету. Сегодня, как никогда, перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. Основой как национального, так и мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с природой возможно его существование на планете Земля. С детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами. Так что же такое экологическая культура? Экологическая культура — это личная ответственность каждого отдельного человека за состояние окружающей среды. Экологическая культура — это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и оценка своего положения во Вселенной, отношения человека к миру. Экологическая культура — это еще и возможность использовать свои знания в повседневной деятельности. Недостаточно уметь оперировать тематической информацией. Важно найти ей практическое применение. Наверное, раньше тема экологической культуры казалась чем-то очень странным, так как такое понимание, как экологическая культура появилась относительно недавно. В 20 веке человек стал все более влиять на природные процессы, влияя на нее как положительно, так и отрицательно. Со временем отрицательное влияние на природу негативно сказалось на здоровье не только человека, но и всех живых обитателей Земли. Именно тогда мировое сообщество активно начало продвигать понимание экологической культуры. Угроза серьезного экологического кризиса поставила население всей планеты перед фактом. Выживание и развитие человечества зависит только от него самого. Индустриальное развитие народов, населяющих планету, неотъемлемо связано с вопросом сохранения нашей планеты путем улучшения экологии. За годы существования человечества экология планеты понесла непосполнимый ущерб. Вырубка лесов на переработку бумаги. Убийство диких животных ради дорогих мехов. Загрязнение воды, от которой умирают животные. Высохли некоторые реки и озера. Каждый день люди, живущие в городах, дышат выхлопными газами, разрушая себе легкие. И это не все изменения, которые произошли с природой в последнее время. А вы знаете, что в мировом океане есть остров из выброшенных людьми пластиковых и других отходов? Он сопоставим площадью в целую Францию. Представьте себе остров из мусора размером в одну из самых больших стран Европы. Что же относится к экокультуре? Прежде всего это порядок в собственном доме, квартире, в своем дворе и на улицах. Это не бросать мусор на землю, а выкидывать в специальные урны. А еще лучше у себя дома сортировать мусор по классам. Например, стеклянные отходы, бумажный мусор, биологический мусор, пластик и другое. Стараться отказаться от пластика, такого как бутылки, пакеты, одноразовые приборы и так далее. Ребята, вы видите, что и у нас во дворах установлены разделенные мусорные баки, где мусор разделен по категориям. Если каждый из нас наведет порядок со своим мусором, то в скором времени наша страна выйдет на передовые позиции по борьбе с загрязнением окружающей среды. Ведь это совсем не сложно, учитывая пользу, приносимую всем окружающим и себе. Есть мудрая пословица. В переводе означает, если срубил одно дерево, то посади на его место 10 деревьев. Только так мы можем восполнить принесенный нами вред природе и только таким образом мы можем сохранить нашу планету для наших потомков. Пользуйтесь стеклянными бутылками вместо бумажных. Старайтесь меньше использовать бумагу. Пользуйтесь приложениями для заметок в телефонах, тем самым употребляя меньший объем бумаги. Пользуйтесь эко-пакетами, когда ходите за продуктами, чтобы уменьшить объем пластика. В конечном счете сохраняйте свое окружение в чистоте и порядке. Становление экологической культуры открывает путь к созданию экологически ориентированного общества, то есть общества, построенного на экологических принципах. Человек живет с природой. То, что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает ничто иное, как то, что природа неразрывно связана сама с собой, ибо человек есть часть природы. Нужно беречь нашу землю и ее обитателей. Порядок на планете — это в первую очередь уровень культуры проживающих на ней людей.